Приветствую вас, жаль, что вы не написали мне в личку о том, что сделали дополнение, хоть я вас об этом и спросил, но тем не менее, я увидел случайно, что вы сделали дополнение, вот, и поэтому я вам отвечу на него, на это дополнение. Если ваша девушка, значит, вела себя так, как вы описывали, по большому абзацу в эгоизме, то что из этого можно заключить? Вы видите, то можно заключить, можно только то, что, как бы, ну, она боится вас потерять, она не хочет допускать и возможности того, что вы можете где-то быть, она боится вас потерять, она боится потерять опору, потому что она перевесила на вас все свои, как бы, особенности, все свои, все свои обязанности по дому и так далее. Вот. Сочи, с которым она встречалась долгое время. Если вы немножечко копнете, то увидите, что она, скорее всего, с ним встречалась точно потому, что он ей что-то давал. Он ей что-то для нее что-то делал. И тогда у вас выстроится более полная картина того, что происходит. По поводу того, что на вас 90% обязанностей и так и должно быть. Вы знаете, безусловно, есть такие женщины, которые считают, что мужчина должен делать все. Мужчина должен делать все, что, вот, от него зависит. Мужчина должен делать все. И это может быть так, особенно если вы с этим согласны. Но, проблема заключается в том, что, как бы, тот факт, что вы выполняете большинство обязанностей по дому, там, по уходу за ребенком и прочее, позволяет вам, как бы, дает вам возможность, ну, получать достаточно пространства, своего достаточно пространства. Просто потому, что вы делаете основную часть работы по дому. Получается же, что ваша девушка вам этого не дает. То есть она думает только о себе. Не о вас, а только о себе. Ну и все. Не совсем понимаю, что вам еще нужно из этого понять. Вот сейчас она говорит, что вы ее жизнь там сломали. Вы ее жизнь там как-то разрушили, да, и так далее. Вот я сейчас видел, что вы прислали мне сообщение о том, что вы написали дополнение. Спасибо вам большое. На момент записи этого сообщения не было. Поэтому прошу вас, проши, проши. Ну, просто многие клиенты не пишут ничего о том, что дополняют свой вопрос. Сейчас ваша девушка говорит о том, что вы сломали ей жизнь, что как она может быть жить на 15 тысяч, когда нужно на квартиру заплатить ребенку, в школу взять и так далее. То есть вы сломали ей жизнь не тем, что ушли от нее, не тем, что она не может жить без вас, а тем, что она не проживет без вас. Но вот этим и объясняется ее интерес к вам. Именно тем, что она без вас не может жить. Она не сможет прожить без вас. И именно поэтому она за вас и держится. Вы нужны ей, как обеспечивающие всем необходимым. Это же очевидно. Ну, касалось бы, любая женщина понимает, что надеяться на мужчину нельзя. Ну, то есть, конечно, можно, но нужно и на себя надеяться так же. Она этого не делает. Ну, вот отсюда ее такая вот эгоистичная потребительская позиция. И опять же, не нужно думать, что это плохая позиция, кого-то это, может быть, устроит. Но мы говорим, что вам обидно. О том, что вы все делаете, а вам еще и претензии какие-то предъявляют. Совершенно верно. Потому что человек, который ведет себя подобным образом, он видит только чувствовать свои интересы. И все. Свои интересы, но ни в коем случае не интересы других людей. Кроме того, человек, который ведет себя так эгоистично, это всегда слабый духовно человек. Это всегда трусливый человек. Не уверен в себе человек. Потому что эгоизм – это следствие определенных обстоятельств в жизни человека. Вот. Человека недолюбили в детстве. Или наоборот, перелюбили. То есть, так или иначе, это все идет в детстве. Но суть в том, что ваша девочка этого не осознает. Вы ей этого доказали. Не понимаете, что она использует вас? Ну, совершенно очевидно. Особенно по тому, что вы пишете. Честно говоря, что вы сломали ее жизнь. Ну, вот как человек может сломать другому жизнь? Если любой, ну, такой адекватный, самостоятельный, взрослый, серьезный и зрелый человек свою, как бы, жизнь имеет, и будучи самостоятельным и независимым, да, он, как бы, свободной волей соединяет ее, собственно, с жизнью другого. А тут получается не так. Ну, вы хотите быть тем, от кого она зависит. Причем, зависит не эмоционально, а материально. То есть, если кто-то предложит ей больше, есть основание полагать, что она пойдет к нему просто. Потому что он предложит ей больше, больше уверенности, больше возможностей. Ну, уже, уже, это можно, конечно, это из области предположений идет речь. То есть, вы здесь говорите, видите, как вы здесь пишете, что она упирается на деньги. Неужели вам это правда? Это правда не ясно. Человек не говорит, не говорит, прости меня, там, что я сделала. Там, я не могу без тебя, ты мне научишься, я поняла, что ты единственная. Нет. Она говорит, что вы сломали ее здесь. Как она будет жить на 15 тысяч? А жила ли она одна когда-нибудь на эти деньги? Нет. Если она одна не жила, значит, она была, прыгала из отношений в отношения. А раз так, то люди для нее это всего лишь средство. Чтобы человека воспринимать как сама цель, необходимо быть самодостаточным и независимым от людей. Вам можно людей воспринимать как сама цель. Но ваша девушка совершенно не такая, значит, людей воспринимать как саму цель, она не может. Может быть, для нее это и есть любовь. Может быть, для нее это и есть основа отношений. Я ведь говорил, что каждый понимает их по-разному. Но нужно понимать, а насколько приемлемо это для вас. Вот и все. Насколько для вас приемлемо то, как она ставит вопрос. Далее. Значит, по поводу того, как она объяснила это. Что он всегда шантажировал ее. Что учил ее обманывать так. Что внушал ей, что у нас не ничего не получится. Она вечно его сравнивала и в пример приводила. А почему с ней встречалась во время начала отношения, якобы селела. То он как родной был. А вы, получается, кто тогда. Ну, она его жалеет, но он ей родной. Так почему она с ним не осталась. Потому что с вами лучше. Все как бы логично. Знаете, если вам что-то непонятно. Если вам какое-то поведение кого-либо неясно. То, задайте себе вопрос, кому это выгодно. И сразу все придет в норму. Сразу появится четкое понимание, почему происходят те или иные вещи. Если вам, вот вы говорите, бред. Не бред. Человек преследует свою цель. Преследует целенаправленно, жестко и достаточно аппетитонно. Чем он мог ее шантажировать? Почему она училась обманывать? Не очень понятно. Чтобы шантажировать, нужно, чтобы было чем шантажировать. Чтобы научить человека обманывать, нужно, чтобы шантажик сам хотел этого. Если он лучше учил ее обманывать, так получается, что и она может вас обманывать. Понимаете? Вы для себя определите, каких вы самих, каких отношений вы сами для себя хотите. Вот вы это определите для себя. Понимаете? И когда определите, посмотрите, имеете ли вы то, что вот у вас есть сейчас. Соответствует ли это тому, чего вы хотите или нет. Если это не соответствует, то по большому счету, не важно, как себя ведет девушка. По большому счету, не важно, что она чувствует. Если это не соответствует, это не важно. А если вы чувствуете, что при всех минусах все равно это то, чего вы хотите, и девушка та, какая вам нравится, из которой вы хотите быть, то опять же, не важно, как она себя ведет. Важно, что это то, чего вы хотите. Но тогда вам необходимо наслаждаться моментом. Стоит наслаждаться тем, что есть. Не рассчитывать на какие-то долгосрочные перспективы, к сожалению. На этом, я думаю, можно ответ завершить. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы какие-то остались, пишите, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, то, надеюсь, какой-то из них сделаете лучшим. Всего вам доброго. Желаю принять верное решение. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok